Всем привет! Меня зовут Марьям, и я вам сегодня расскажу про игру Робопляс от простых правил. От производителя Возраст 6+, можно чуть раньше, я об этом расскажу в видео о правилах. Игра веселая, динамичная и при этом развивающая. Настольная игра Робопляс. Внутри коробки 20 карточек с роботами, 20 маленьких карточек с цветами, столько же карточек с геометрическими формами, а также буклет с играми от дизайн-студии «Простые правила» и правила игры, которые вам, скорее всего, не понадобятся, потому что вы смотрите мой обзор. Покажу поближе карточки с роботами. Как вы видите, на каждом роботе присутствует 3 цвета, а также 3 геометрические формы. Кроме того, каждый из роботов выполняет свое движение. Раскладываем карты с роботами так, чтобы они были видны всем игрокам. Далее нужно перемешать все маленькие карточки, но если вы играете впервые, или если вы играете с детьми младше 6 лет, то лучше оставить только цветные карточки, они проще. И затем ведущий, им может стать взрослый, или участники по очереди переворачивают верхнюю маленькую карточку. И все игроки одновременно ищут робота с такой же комбинацией цветов. Как только кто-то из участников находит нужного робота, его задача не указывать на карту с роботом, а как можно скорее повторить его движение. Задача ведущего – отследить, кто первым сделает правильное движение и вручить ему победную карточку. Далее ведущим становится следующий участник по часовой стрелке. Он также переворачивает карточку, и если попадаются формы, соответственно, нужно найти робота, на котором встречается данная комбинация геометрических форм. Тот игрок, который первым повторит правильное движение, получает победную карточку. Когда в маленькой колоде не остается карт, все участники подсчитывают заработанные карточки. У кого их больше, тот и победил. Также в игре есть одна особенная карта робота, который разрядился. Если в процессе игры нужно повторить именно его движение, то участник, который сделал это самым первым, как бы замирает в этом положении. И любому из игроков нужно его обнять, чтобы этот участник зарядился снова и вернулся в игру. И также хочу вам предложить вариант игры, которого нет в правилах. Для этого нам понадобятся только карточки с роботами. Мы их хорошенечко перемешиваем и кладем в стопку посередине стола. Далее самый младший игрок переворачивает верхнюю карту и повторяет движение робота. Следующий участник по часовой стрелке переворачивает следующую карту и кладет ее поверх уже открытой карты. Теперь его задача сначала повторить первое движение и затем повторить то движение, которое он только что сейчас открыл. Если игроки справляются со своей задачей, то ход снова переходит к следующему игроку. Если же какой-то из игроков делает движение неправильно или делает их в неправильном порядке, то он себе забирает все открытые карты. И следующий игрок начинает стопку заново. Переворачиваем карту, делаем движение робота. Следующий игрок переворачивает карту, делает сначала ранее открытое движение, затем новое. Третьему игроку нужно, соответственно, сделать уже три движения. И таким образом игроки либо остаются без карт на руках, либо забирают себе штрафные карты, если они сбиваются. После того, как открывается последняя карта, все игроки подсчитывают количество карт у себя на руках. Если у кого-то из участников нет карт совсем или их меньше всего, то такой участник считается победителем. Игра Робопляс развивает зрительную внимательность, скорость реакции, а также пространственное мышление. Она подойдет всем деткам с 5-6 лет и понравится даже неусидчивым мальчишкам и девчонкам.